Добрый день. Добрый день. Вот я, пожалуйста, представься. Алексей Соколов, ректор учебного центра Финам. Вот, то есть надо поздравлять тебя с новым назначением? Практически да, с первого апреля. Занял пост и вот работаю. У меня подарок у тебя есть. Сейчас секундочку. Я спасибо. Ну, расскажи вообще, что ты собираешься поломать, может быть, или развить вообще? Ну, учебный центр будет работать теперь немного по-другому. Конечно, революции не будет, не будет там до основания, а затем. Но будем лучше сегментировать. Сейчас я заметил некоторые ошибки, что там начинающим инвесторам рассказывают о всяких сложных методах. Будет сегментация, то есть будут отдельные мероприятия для начинающих, отдельные мероприятия для уже клиентов, где каждому будет интересно и каждому будут рассказывать свое, там, инвестидеи для уже клиентов, либо для начинающих будут рассказывать больше о вступительных частях торговли на фондовом рынке. Так, ну, давай поговорим о рынке, кстати. Да, о рынке. Ну, скажем, что вот Ленников, там, теоретик, и ты тоже теоретик хренов, учат, а рынок не говорит, куда. Как вообще твои ожидания сбылись, которые ты там подавал прогнозы на звезды коммона, по-моему? Да, да, было такое мероприятие у нас. Сбыло что-то? В принципе, да, но на самом деле в рекомендации главное что? В рекомендации главное предусмотреть стоп-лосс. Вот, поэтому дальше уже клиент, который слушает рекомендацию, важно, чтобы он отслеживал рекомендацию этого стоп-лосса или тейк-профита, потому что мало предсказать направление рынка, очень важно соблюсти риск-менеджмент после этого, потому что рынок там мог и не дойти до цели, там, которую поставил перед собой клиент, но дойти до тейк-профита, о котором мы говорили. Примерно так и получилось, потому что у меня, в принципе, обычно бычий настрой по рынку, я больше люблю покупать, хотя и в шортах себе тоже не отказываю, особенно, как дела происходили последний месяц, там шорты, шорты, еще раз шорты. Но, собственно, те бычьи настрои, рекомендации, которые были тогда, они исполнились, я, в общем, закрывал позиции с тейк-профитами, потом еще продолжал покупать, но там уже были стоп-лоссы, естественно, значительно меньше, чем тейк-профиты, после этого я разворачивался и какое-то время торговал в шорт, торговал на понижение, чем, собственно, был доволен. Ну, а сейчас ситуация такая, рынок на распутии. Как наши любят говорить, а ты успел купить на самых низах? Никогда не пытаюсь, потому что, ну, на рынке много людей торгуют, и пытаться их всех обмануть, это лишнее, все равно не получится. Поэтому я скорее ищу момент разворота, и когда он уже подтвержден, вот тогда я вхожу в рынок. Ну, я могу сказать, что сейчас пока момента разворота я не увидел, несмотря на то, что сегодня так все оптимистично развивается, но пока я не вижу, что это окончание тенденции. Тем более, что необычно для российского рынка мы видим некую цикличность. Если мы посмотрим весну прошлого года, то все очень похоже происходит. Ну, так вот, до минимумов весны прошлого года мы пока не дошли. Конечно, дай бог и не дойдем, но пока об этом говорить рано. Я так думаю, что перспективы туда сходить есть. Поэтому пока можно закрывать короткие позиции и переходить на более краткосрочную импульсивную торговлю, пока нет определенной тенденции. То есть, вот сегодняшний рост, который мы видим на рынке, там Газпром на 3% вырос, ну, правда, рост телеком на процент упал, но он традиционно против шерсти куда-то идет. Так вот, эта ситуация, это еще не рост. Это какая-то фиксация прибыли, скорее всего, по коротким позициям, которых было немало, в общем, на рынке за это время. И, соответственно, имеет смысл, конечно, торговать вот этот краткосрочный рост, но важно понимать, что Газпром там на этой или на следующей неделе, на следующей, тем более, перед майскими праздниками вряд ли уйдет на 130, вот от нынешних 123. 123, конечно, уже достижение после 119, но, тем не менее, говорить о 130 пока рано. И, к слову, объемы показывают, что пока это все не очень весомо. Может быть, имеет смысл определять уровни и торговать на понижение. Единственное, что, как, ну, у меня есть такая фраза любимая, хочешь похудеть, шарти с Бер. Так вот, с Бер шартить не надо. А Газпром, например, неплохо выглядит для шарта. Можно также посмотреть на энергетику. Сегодня там холдинг Мороска, например, растет, там, в моменте он, по-моему, до 9% доходил роста. Но пока это тоже все не сильно подтверждается объемами. Ну, выкупили бумажку, но так она с января упала больше, чем в два раза. Естественно, ее выкупили там с каких-то нижних уровней. Насколько этот выкуп продолжится, пока сложно сказать. А вот и насчет западных рынков, этого «May go away» там тоже, так сказать, придерживаешься к тому, что американцы начнут валиться в мае? Говорить о том, что американцы начнут валиться, рано, пока они не начали. Бычье настроение в Америке достаточно серьезное. Вроде как всю эту эпопею с кризисом, там, все вот эти моменты их замяли. Пока новую историю не нашли, соответственно, идем вверх. Пока идем вверх, не стоит говорить о том, что вот сейчас будем разворачиваться и надо уже шортить. Нет, лучше покупать. Хорошо. Мои поездки по регионам убедили меня, что сейчас народ интересуется не столько акциями, сколько вечными темами. Золото, доллар, рубль. Я согласен, что народ этим интересуется. Так вот скажи, скажи народу-то. Скажу народу, что... Золото. Есть... Нет, золото. Золото. Золото – это очень спекулятивный инструмент. Бытует мнение, и золото периодически это подтверждает, что золото всегда растет. Ну, конечно, можно говорить о каких-то там совсем необычных вещах, да, как, например, расшифруют код да Винчи, да, там, как он из свинца золото получал и все. Но об этом пока говорить рано. Наука пока так далеко не шагнула. Но и в любом случае говорить о том, что золото будет расти, расти и расти сложно, потому что пример показал. Вот одно из государств, у которого есть золото в резервах, решил от него избавиться. Деньги-то нужны, но вот оно и обрушилось золото. И кто будет следующим, кто еще захочет выкинуть на рынок объем, а кто знает. Понятно. По золоту, значит, ты не даешь конкретики. Это что, или... Да, я... А теперь по поводу доллара. По поводу доллара. В России говорят, что ЦБ ушел с валютной секции. ЦБ перестает контролировать курс доллара. Так вот, я посмотрю, как ЦБ будет не контролировать курс доллара, если нефть упадет ниже 90. Баланс не сойдется Российской Федерации. Он будет дефицитным. А это плохо. Бюджет, я имею в виду. Соответственно, ЦБ вернется. И ЦБ будет проводить интервенции. Поэтому до тех пор, пока нефть стоит в коридоре от 90 до 120-125, да, ЦБ ушел, но и с долларом ничего существенного происходить не будет. То есть, доллар будет находиться в соответствующем коридоре. Ну, там, можно сказать, от 29,5 до где-нибудь 32. Вот это тот коридор, который... Катя, интимный вопрос. А ты сам накопление в чем держишь? Я держу накопление ровно в той валюте, в которой я собираюсь это накопление тратить. То есть, если я, например, собираюсь вот в ближайшее время поехать в Европу, у меня евро есть. Да, то есть, это не говорит о том, что у меня все в евро, но у меня есть на эту поездку закупленные заранее евро. Но большая часть это рубли, рублевые депозиты, тем более, что ставка по рублевым депозитам вполне себе неплохая на данный момент. Ну и подняли до миллиона, гарантия на миллион. Да, тоже плюс, но я стараюсь на это не рассчитывать и как-то контролирую риски по банкам. Так, ну вот, наш интервью заканчивается плавненько, хочется перейти вот еще к нашему рынку, поставить концерты. Значит, у тебя сейчас позиции логовой нет, как я понял. Есть. После такого ты договорил кучу дерьма про наш рынок, а теперь ты говоришь, что это со мной. Есть, есть длинная позиция, но у меня портфель делится на две части. Это краткосрочные и среднесрочные позиции. И это долгосрочные, в чем-то даже инвестиционные позиции, потому что там я, да, смотрю на дивиденды. А дивидендная доходность нашего рынка выросла за последние годы, и она неплохая сейчас. И вот на долгосрочные части портфеля у меня длинные позиции в расчете на получение дивидендов. Это раз. И, кроме того, я считаю, что в горизонте нескольких лет, я не могу сказать года, потому что через год у нас будет Олимпиада. Это будет весьма существенное событие для России в целом и для рынка в частности. Но после Олимпиады в течение года-двух, дай бог, все нормально сложится с этим спортивным событием, мероприятием, соответственно, рынок будет расти. Если все будет хорошо с Олимпиадой, я рассчитываю на рост рынка. Даже если... Вы оригинал, батенька. Да, но... Приведать Олимпиаду к рынку? На самом деле, рынок сейчас показывает такой характер, что он во всем ищет негатив. Да, вот если посмотреть, негативная статистика из Соединенных Штатов. Вхлоп упали, нефть пошла вниз, при этом статистика по Соединенным Штатам позитивная, а мы опять упали. Потом вроде везде все хорошо, а там список Магнитского, а мы опять раз упали. Рынок везде ищет негатив. Негатив он ищет почему? Потому что много плохого говорят. Если, ну, так, когда правительство покажет, что вот мы сделали Олимпиаду, и все нормально, несмотря и вопреки, то рынок посмотрит на хорошее больше. Это будет некое событие международного масштаба, которое, возможно, вернет иностранные капиталы в Россию, коих сейчас нет. Потому что увидят, что все-таки могут делать бизнес, могут делать нормально, несмотря и вопреки. И будут больше доверять. Ну и, кроме того, есть еще одно событие, можно сказать так, есть еще одна сфера деятельности, которая может повлиять на наш рынок, но это больше для наших внутренних инвесторов. Посмотрим, что будет делать наш скороиспеченный мегарегулятор. Ну вот, собственно, какая будет политика, какие будут кадровые решения, это тоже будет влиять. Ну, тут можно возродить с тем, что после саммита ОТЭС в Древостоке загорелась куча скандалов по дорогам, по мостам. И после Олимпиады в Сочи тоже может быть жарко достаточно. Я думаю, что, опять же, если покажут, что все хорошо, то это на какое-то время даст такую заминку, хорошую заминку, для того, чтобы закрыть все прочие вопросы. Давайте подведем, как раздается. Да. Все, значит, этот рост не рост. Этот рост не рост. Пока. Пока этот рост не рост. Да, краткосрочный и среднесрочный рост на российском фондовом рынке нет. А долгосрочно держать, запастись валерьянкой и держать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.